Возлюбленные братья мои, Еврей познается по трём делам, По обрезанию, Пасхе и Субботе. Ибо так написано в книге Бытия, Молоденец восьми дней обрежется вам, Домочадец и купленный, Не обрезанный же погубиться от рода своего, Як он не сохрани завета моего. Авраам обрезался первый, Что есть знамени, что умерла его шуяя сторона, Есть данный всем древним прообраз нового человека, Которого проявил во святом теле своем Господь Иисус, Чтобы древние растления, покрывающие мужеской пол, Обрезать и отделить. Об этом и апостол сказал, «О нем же и обрезани бысти, Обрезанием нерукотворенным, В совлечении тела греховного плоти В обрезании Христове, С погребшейся ему крещением, О нем же и совастасте веру и действия Бога. И опять, Отложите вам по первому житию Ветхого человека тлеющего В похотях прелестных, Обновляйтесь же духом ума ваших, И облещися в нового человека, Созданного по Богу в правде И в преподобии истины. И еще, да умрете греху, Поживете же правдою». Это о первом деле еврея, Об обрезании. Кто не имеет его, Тот не обрезан и не еврей, Потому что не сохранил завета, Который положил Бог, Господь Иисус, Своей святой кровью. О святой же Пасхе Много предлежит сказать, Ибо Моисей говорит «Сей закон Пасхи Всяк иноплеменник Да не ястот нея, И всякого раба Или купленного Обрежише его И тогда да ястот нея, Всяк же не обрезаны Да не ястот нея, В дому едином Да снесся. Чресло ваше припоясано, И сапозе на ногах ваших, И жезлы ваши В руках ваших». Пасхи, Сего печенья, Испеченного огнем, Нельзя вкушать иначе, Как с опресноками И горькими травами. Не сказал, Опоясавшись Под чреслом вашим, Чтобы не сказал кто, Что он говорит здесь О поясе, Но припоясавши Чресло ваше, Чтобы показать, Что говорит о чистоте, Здравой от всякой страсти, Сущей под действием Совокупления В нечистоте. Сапозе О готовности говорить И бегстве От всякого уязвления, Повреждающего совесть, И препятствующего уму Видеть свое созерцание В чистоте. Жезл Есть мужественная надежда, Чтобы шествовать Небоязненно путем И в нити в землю обетования. Сии суть Усубботившееся. Кровь Есть знамение крови Господа нашего Иисуса Христа И того, Что когда придет он В собственном своем пришествии И введет сынов Израиля В наследие свое, Тогда явно будут Уготовившиеся И помазанные знаменем Его в душах их Явно. Взять пук и сопа Это есть злострадание, Ибо говорит Снедайте пасху С горькими травами. Исследуй же себя, брат, Обрезан ли ты? Помазал ли Двери дома Своего кровью Агнца непорочного? Упразднил ли себя От всякого помысла земного? Приготовил ли себя Шествовать без страха И в нити в землю обетованную? И о субботе Многое предлежит сказать. И это есть дело тех, Кои исподобили С истинного обрезания, Вкушают святую пасху, Освободились от египтян, Узрели всех их Потонувшими в черном море И воссубботствовали От горького рабства их. Ибо говорит Бог Моисею Шесть дней делай В день же седьмый Суббота, Господи, Богу Твоему. Всяк же их же сотворит Вню дело Потребится душата. Господь же наш Иисус Сам воссубботствовал Истинную субботою И научил своих, Как должно субботствовать Вошедший на крест в пятницу После того, Как сделал всякое Приготовление к тому Прежде восхождения на Него. То есть поношение, Каким подвергся И какие потерпел за нас, Пригвоздив себя ко кресту И не соизволив Не разрешиться Не послабить себя в чем, Пока имел дыхание. Когда он воззвал Жажду Поднесли ему Губу Сотством И он вкусив Сказал Все Совершилось И преклонь голову Предадет дух Потом сняли его С окреста на земь Уже Не имевшего движения И воистину Субботствовавшего Так наконец Почил Господь Иисус В день седьмый И благословил его Потому что в него Почил он От всех дел Коими упразднил Человеческие страсти Как сказал и апостол Вшедый В покой его И той Почий от дел Своих Як уже от своих Бог Это и есть Истинная суббота Итак Ни субботствующий Не есть иудей Почему Иеремия Плача о народе своем Говорил ему Не носите бремен В день субботный И не исходите Во врата Иерусалима Нанося бремена В день субботный Увы мне бедному Приступившему Такие святые заповеди И носящему Тяжелые бремена В день субботный Хотя я умер с ним Христом Спогребся ему И воссубботствовал Что же это За тяжелые бремена Носимые мною Это страсти По которым действую Гнев Тяжелое Есть бремя Рвение Ненависть Тщеславие Осуждение Уязвление И оскорбление Высокомудрие Почитание себя Праведным Командование Спарливость Самолюбие Зависть Это душевные Страсти Телесные же Чревоугодие Телолюбие Страсть Наряжаться Сластолюбие Похоть Оскудение Сердца Бессердечие Все сии Исим Подобные Страсти Упразднил Господь Иисус В теле Святых И убил Во святом Теле Своем По слову Апостола Что он Крестом Убил Вражду И закон Заповеди Ученми Упразднил Что и Есть Святая Суббота Итак Кто носит Эти Тяжелые Бремена Страстей И действует По ним Удовлетворяя Им В день Субботный Как Может Сказать Я Истинный Иудей Таковый Себя Обольщает Потому Что имя Только Такое Лежит На нем Ничего Уба Не Получит Он От Господа Иисуса Ибо Отвращается От Него Делами Своими Когда То Что Господь Убил Он Опять Воскресил И Что Он Похоронил Опять Восставил Явно Что Такой Не Есть Истинный Еврей А Ложный И Не Обрезан Он И Не Воссуботствовал Потому Когда Придет Господь Иисус Во Славе Своей То Введет В Царство Свое Вечное Одних Истинных Сынов Израиля Всех Обрезанных В нем Которых Собрал Он Из Всех Народов Как И апостол Говорит Что О Слепление О Части Израилеве Бысть Пока Внидут Все Языки Еще Елицы Правилом Сим Жительствуют Мир На них И Милость И на Израиле Божии Видишь Ли Кто Суть Израиль Тени Божии Это Те Кои Имеют Обрезание Сердца И Субботства И Упразднение Греха Опять Говорит Тот же Апостол Не Иже Яви Иудей Есть Не Ежево Плоти Обрезание Но Иже Втайне Иудей И Обрезание Сердца Духом А Не Писанием Будем же Внимать Себ Братья Доколе Будем Мы Творить Труд И Губить Его Через Нерадение Не Зная Что Есть В Нас Враг Наш Листящий Нам И Непрестанно Отвлекающий Нас От Должного Не Дающий Отчам Нашему Зреть Нечто От Света Божества И Следуй Жи Себя Бедны Во Христа И В Смерть Его Крестившийся Что Это За Смерть Кою Он Умер Если Ты Последуешь Стопам Его То Покажи Мне Это Нравом Своим Он Безгрешен И Являя Себя Тебе Образцом Во Всем Жил В Нищете Ты Же Не Сносишь Нищеты Он Не Имел Где Главы Подклоните А Ты Не Сносишь Странничество Быть Странником Всюду С Радостью Он Переносил Всякого Рода Поношения А Ты Одного Поношения Не Сносишь Он Не Воздавал За Зло А Ты Не Сносишь Не Воздавать Зла Он Не Гневал Сострадая А Ты Сам Служа Другим В Тягость Гневаешься Он Прибыл Безмятежен Поносим Будучи А Ты Не Будучи Поносим Мятеж Он Был Смирен И Грешников К Себе Призвал А Ты Любящих Тебя Уязвляешь Словом Он С радостью Носил Все Причиняемое Ему А Ты И Малой Слыша Оскорблений Мятеж Он Был Кроток Ковпадшим В Грехи А Ты Высокомудрствуешь И Над Гораздо Большими Тебя Он Предал Себя За Согрешивших Пред Ним Чтобы Искупить Их А Ты Из-за Любящих Тебя Не Можешь Дать Себя Вот Что Он Дал Тебе Ты Же Что Воздал Ему Познай Его И Сдел Его И Себя Самого И Сдел Твоих Если Ты Умер С Ним То Кто Творит В Тебе Так И Грехи Возлюбленные Право Да Внимаем Святым Его Заповедям Отсечем Волю Свою И Узрим Свет Заповеди Если Мы Любим Только Того Кто Чтит Нас Что Делаем Более Язычника Если Ты Молишься За Благодетельствующих Тебе То И Мытарь Тоже Творит Если Радуешься С Хвалящими Тебя То И Иудей Тоже Делает Что Ж Лишнее Творишь Ты Умерший Ты Любишь Только Того Кто Тебя Слушается Что Творишь Более Грешника Это И Он Делает Если Ты Ненавидишь Того Кто Причиняет Тебе Неприятность Не Слушается Тебя И Ссорится С Тобою То И Ты Как Язычник Но Молиться Надлежит Атакому Да Прощено Ему Будет То Чем Он Согрешил Тебе Если Ты Скорбишь На Злословящего Тебе То И Мытарь Тоже Делает Просмотри Жи Себя И Ты Крестившись Во имя Господа Таковы Ли Твои Дела Каких Он Явил Себя Или Как Имеешь Ты Явиться В день Славы Его И Увенчаться Если Не Имеешь Венца Победы Над Страстями Побежденными Тобою Которые Уже Победил Царь Твой Образец Тебя Показывая В себе Ибо Когда Явится Во славе Он Царь Царствующих И Господь Господствующих То Явится Зримым Для Всякого Языка В великой Славе Своей Имея Знамение Того Что Пострадал За Нас Ты же Имеешь Явиться Ничего Не Имея Страстей Его В теле Своем И Он Скажет Тебе Не Знаю Тебя Там Имеешь Ты Увидеть Всех Святых Умерших За Имя Его Имеющими Знамени Его И Устыдишься Явиться Пред Лицом Их Рассмотри Жизнь Всех Святых И Найдешь Что Они Потерпели Зло Но Не Воздали За Него Только Кровь Всех Их Вопияла Богу Взыщи За Нас С Живущих На Земле Толкование На Евангелие От Матфея Стихи Пятнадцатые Шестнадцатые Берегитесь Лжепророков Которые Приходят К вам В овечьей Одежде А внутри Суть Волки Хищные По Плодам Их Узнайте Их Еретики Обыкновенно Бывают Хитры И Притворны Поэтому Говорит Берегитесь Будьте Осторожны Они Предлагают Сладкие Речи И Являют По-видимому Житие Честное Между тем Внутри Или в сердце Их Скрывается Уда Под овечьей Одеждой Разумеется И так Кротость Какой Пользуются Некоторые Лицемеры Для того Чтобы Обласкать И Обольстить Они Узнаются По плодам Своим То есть По делам И жизни Хотя бы Они для других На время И скрывались Но Для внимательных Всегда Бывают Явны Далее Стих Шестнадцатый И стих Стих Семнадцатый Собирают Ли с терновника Виноград Имеется Всякий Кого Расливает Изнеженная И распутная Жизнь Кто Имеет Дела Лукавые И смрадные Неприятные Богу Стих Восемнадцатый Не может Дерево Доброе Приносить Плоды Худые Не Дерево Худое Приносить Плоды Добрые Пока Оно Зло И Испорчено Не Может Если Переменится И освободится От порчи Может Приносить Добрые Плоды Потому Что Всякий Человек От Своей Воли Бывает Или Худ Или Добр Заметь же Господь Не Сказал Никогда Не Будет Состояние Приносить Добрые Плоды Но Только Дотоле Пока Испорчено Стихи Девятнадцатый Двадцатый Всякое Дерево Не Приносящее Плода Доброго Срубают И Бросают В огонь Итак По Плодам Их Узнаете Их Это Направляет Против Иудеев Как Иоанн Говорит Им Тоже Смотрим Выше Глава Третья Стих Десятый Человека Сравнивает С деревом Поскольку Если Захочет Может Быть Привит От Бесплодного Греха К Добродетели Подобно Как Прививают Бесплодное Дерево Чтобы Было Плодоносно Стих Двадцать Первый Не всякий Говорящий Мне Господи Господи Войдет В Царство Небесное Но Исполняющий Волю Отца Моего Небесного Здесь Словами Не всякий Говорящий Мне Господи Господи Объявляет Себя Богом Далее Словами Исполняющий Волю Научает Нас Что Ежели Мы Будем Иметь Веру Без Дел Не Получим От того Никакой Пользы Ибо Не Сказал Сотворивший Волю Однократно Но Творящий Оную До Самой Смерти Не Сказал Притом Волю Мою Чтобы Не Соблазнить Слушателей Но Волю Отца Моего Хотя Нет Сомнение Что Воля У Отца И Сына Одна Не Вся Глаголи Ими Господи Господи Внидит В Царствие Небесное Но Творяй Волю Отца Моего И Жесть На Небесех Глава 7 Стих 21 Почему Спаситель Не Сказал Но Творяй Волю Мою Потому Что На Первый Раз Довольно Было Чтобы И Первая Мысль Принята Была Слушателями А Последняя Была Слишком Высока Для Их Слабости Впрочем В первой Мысли Заключается И Последняя Притом И то Должно Сказать Что Воля Сына Неразлична От Воли Отца Но Здесь Кажется Мне Спаситель Главным Образом Касается Иудеев Которые Все Полагали В догматах А о жизни Немало Не заботились Потому И Павел Обличает Их Говоря Все Ты Иудей Именуешься И Почиваешь И на Законе И Хвалишься О Боге И Разумеешь Волю Послание К Римлянам Глава 2 Стихи 17 И 18 Но Пользы Для Тебя В Том Нет Никакой Когда Не Видно Того Из Жизни И Дел Твоих Однако Христос Не Остановился На Указанных Словах Но Сказал Еще Гораздо Более Мнози Борикут Мне В Он День Господи Господи Не В Твое Ли Имя Пророчества Авахом Евангелие От Матфея Глава 7 Стих 22 То Есть Не Только Тот Лишается Царствия Небесного Который Имеет Веру А Жизни Не Родит Но Равно Будет Устранен От Священных Врат Его И Тот Кто При Вере Сотворил Даже Много Знамений А Доброго Ничего Не Сделал Мнози Рекут Мне В Он День Господи Господи Не в твоей ли Имя Пророчества Вахом Видишь ли Как Неприметным Образом Спаситель Уже Вводит И свое Собственное Лицо И Кончивший Всю Беседу Объявляет Себя Судьею Что Наказание Постигнет Грешников Об этом Он Объявил Выше А кто Будет Наказывать Это Он Открывает Уже Здесь Впрочем Не сказал Прямо Я буду Наказывать Но Мнози Рекут Мне Через Что Внушает То же Самое В самом деле Если бы Не сам Он Был Судьею То Как бы Сказал Слушателям И тогда Исповем Им Отъедите От Меня Николи Жизнах Вас Евангелие От Матфея Глава 7 Стих 23 То есть Не только Во время Суда Но даже И тогда Когда Вы творили Чудеса Потому То И ученикам Своим Говорил Не радуйтесь Яко Демоны Вам Повинуются Но Яко Имена Ваша Писана Суть На Небесех Евангелие От Луки Глава 10 Стих 20 Да И везде Он Повелевает Иметь Великое Попечение О жизни Невозможно Чтобы Человек Ведущий Добродетельную Жизнь И свободный От всех Страстей Когда-либо Был Презрен Хотя И случится Ему Впасть В заблуждение Бог Тотчас Привлекает Его К истине Но Некоторые Говорят Что Представляемые Спасителем Люди Потому Не получат Спасение Что Они Притворно Исповедуют Господа Если Так То Спаситель Говорит Против Своего Намерения Здесь Не упомянул О чудесах А там Видят Себя Определенными К наказанию То Как бы В изумлении И удивлении Они И говорят Господи Не в Твое Ли имя Пророчество Вахам Как же Теперь Ты Отвращаешься От нас Что Значит Странный И неожиданный Этот Конец Но Пусть Они Удивляются Тому Что Сотворивши Столько Чудес Подверглись Наказанию Ты Ж Не Удивляйся Вся Эта Благодать Была Нечто Иное Как Дар Подавшего Ее А Те Ничего От Себя Не Привнесли Почему Справедливые Наказываются Поскольку Сделались Неблагодарными И Нечувствительными Пред тем Который Так Их Почтил Что Дал Им Хотя И Недостойным Благодать Чудотворения Так Неужели Скажешь Совершая Дела Нечестия Они Вместе Совершали Чудеса На Это Некоторые Говорят Что Они Не в то Время Когда Чудодействовали Вели Себя Нечестиво Но Уже После Развратились И Делали Преступления Но Это Также Совершенно Противно Намерению Спасителя Он Хотел Показать Что Ни Вера Ни Чудеса Ничего Не Значит Без Добродетельной Жизни То же И Павел Говорит Аще Имам Веру Яко И Горы Переставляти И Вем Тайны Вся И Весь Разум Любве Же Не Имам Ничтожи Есм Первое Послание Коринфянам Глава 13 Стих 2 Кто Кто Спросишь Тех Которых Иисус Христос Несмотря На Их Чудотворение Представляет Достойными Мучения Многие Из Веровавших Получали Дары Таков Был Тот Который Изгонял Демонов Не Будучи Последователем Иисуса Христа Таков Был И Иуда Потому Что И Он Будучи Злым Имел Дар Чудотворения Тоже Можно Найти В Ветхом Завете То есть Что Благодать Часто Действовала В недостойных Для блага Других Так Как Не все Ко всему Были Способны Но Иные Вели Жизнь Непорочную Они Имели Такой Веры Другие Жен Напротив То Господь Как Первых Через Последних Побуждал Являть Великую Веру Так И Последних Через Этот Несказанный Дар Призывал К Исправлению Апостол Петр Научая Нас И Показывая Нам Что Дела Спасают Человека Говорил Подадите В вере Вашей Добродетель В Добродетель Же Разум В разуме Же Воздержание В воздержание Же Терпение В терпение Же Благочести Во благочести Же Братолюбие В братолюбие Же Любовь Сия Босущая В вас И Множище Се Непразных Ни же Бесплодных Сотворят Вы В Господа Нашего Иисуса Христа Опознания Ему Же Бо Несть Сих Слеп Есть Мжай Забвение Прием Очищение Древних Своих Грехов Опять Иоанн Креститель Говорит Сотворите Убо плоды Достойны Покаяния Уже Моего И Же Есть На Небес Се Опять Иаков Говорит Вера Без Дел Мертва Есть И Беси Веруют И Трепещут Яко Же Бот Тело Без Духа Мертво Есть Такой Вера Без Дел Мертва Есть Также Павел Апостол Утверждая Чад Своих В том Что Вера Имеет Нужду В Делах Строго Заповедовал Им Говоря Блуд Же И Вся Конечистота Ни Же До Именуется В Вас Яко Же Подоба Цветым Но Паче Благодарение Сие Будовести Яко Всяк Блудник Или Нечист Или Лихо Имец Иже Есть Идолослужитель Не Имать Достояние В Царстве Христа И Бога И Опять Еще Более Подтверждая Сие Слово Говорил Им Никто Же Воздольстит Суетными Словесы Сих Боради Грядет Гнев Божий На Сыны Непокоривая Не Бывайте Уба Сопричастницы Сим Бести Бо Иногда Тма Ныне Же Свет О Господи Яко Жеча До Света Ходите Плод Будуховный Есть Во Всякой Благостыне И Правде И Истине И Опять Всяка Горесть И Гнев И Ярусть И Клич И Хула Довозьмется От Вас Со Вся Кою Злобой Подражатели Мне Бывайте Говорил Он Еще Як Уже Ас Христу Елицебого Христа Крестистися Во Христа Облекостися Исследуем же себя, братья Облеклись ли мы во Христа Или нет Познается же Христос По чистоте Ибо Он чист И в чистых обитает А чистыми Как делаются Не иначе Как перестав делать зло Которое делали Ибо такова Благость Божия Что в какой час Обратится человек От грехов своих Он Приемлет его С радостью Не считая Прежних грехов Его Как написано В Евангелии О младшем сыне Который Расточив Блудно Свою часть Напоследок Пас Свиней И Желал Насытиться Пищу И свинскую Наконец же Раскаившись В том Что надел Уразумел Что нет Сытости В грехах Но чем больше Кто делает их Тем более Разжигается На них И так Когда покаяние Коснулось Сердца его Буквально Постучалось К нему Он не отлагал Но тотчас Возвратился К отцу Своему Со смирением Оставив Все пожелания Свои плотские Ибо веровал Он Отцу своему Что он Милосерд И не Вименит ему Содеянного Почему и Отец его Тотчас Велел Дать ему Одежду Чистоты И залог Сыноположения Перстень Сие Говорил Господь Наш Иисус Христос Желая Внушить Что если Обратимся К нему То Долженствуем Прежде Оставить Пищу Свиней И тогда Он Примет Нас Ставших Чистыми Сказал Он Сие Для того Чтобы Не унывала Душа Говоря Когда же Бог Услышит Меня Ибо Он Знает Время Когда Достоин Бывает Просящее Услышание И тогда Он Услышит Его Скоро Обратимся К нему Всем Сердцем И не Будем Умоляя Его Стужать И Си И Он Вскоре Услышит Нас Ибо Сам Сказал Просите И дастся Вам Ищите И обрящите Толците И отверзится Вам